Да, ребят, почему нету водоплавающей дичи меньшей? Давайте так обсудим. Вот гнездо одно уничтожают, ну, как вид. Ну, кому дали направо уничтожать любой вид, чтобы понимать, куда кабан ходит, на жёлудь там, или куда это на кукурузу, может, за 5 километров ходит, ну, той-той-той-той. Кабан очень сильно помогает в борьбе с караедом. Это с карабином на сосёнку. Егер за ним, он ногой толкая, иди, иди, нэкер, типа, иди вон на ту беги, а кабан бегит. Ушли кабаны, ну, наутрец в поле стада, и после них медведи. Я так глянул на след, ну, где-то мозоль был передний, там, сантиметров 15, ну, так, думаю, килограмм 150. Бездюны такие, я их называю, бездюны. Они сразу у них, это, клапан не держит, накидают пшикать. И пугать кабана, да. Ветер. Надо всё время учитывать ветер. Любой хищный зверь подкрадает, всё время учитывает зверь. Собака легавая, всё. А то, говорит, чутья нету, того нету, собака у вольеры. Всем привет! Приветствуем всех охотников и рыболовов. Отвечаем на первый вопрос. Значит, работа по зверю. Поднял один, либо пара. Работали несколько часов. Вы подошли, подключились ещё собаки. Как определить, делали собаки хватки по ходовому зверю, либо нет? Это определяется, ну, как бы просто всё это, на самом деле. Собаки, когда проработавшие несколько часов, и кто охотится с собаками, те быстро в этом поймут и разберутся. Так как при ошкуривании зверя, вы сразу увидите гематомы, нанесённые собакам, то есть, хватки, которые приводили собаки, и получили гематомы, они будут разные, даже по цвету. Когда собаки сделали, например, час назад хватку, если они там несколько часов провели, или же 10 минут назад. Старые хватки, они будут сразу видны, они будут тёмные, синевой такие, кровь будет запечённая, там вся уже, это самое, отжаты будут, ну, как бы эти были давно отжаты капилляры, и они, ну, загусают кровь, у них сворачивается кровь, и оно видно, вот, что собаки делали по ходовому зверю хватки. А которые подключились от собаки, вы ошкурите, они будут сразу видно, что это только недавно нанесённые хватки по цвету прокусов, что там крови, что они сильно свернулись, ну, и тому подобное. Так что, стой, ну, это всё с наблюдений, с наших охот, всё это видно, когда собаки делали, и даже как часто они делали эти хватки. Всё зависит от обширных этих гематом, или они тут за лопатку, куда кусали, этого останавливают, бывает приём, применяют. Вот, каждой собаке свои приёмы. КОНЕЦ 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 Кто это загачив сзади, кто это вырывает, старается, чтобы самобыстро умерствить, кабана прямую кишку вырывают, ну а ты что мне сейчас скажешь по своим наблюдениям? Старые хватки, когда прошло уже там час, два, три часа прошло, она будет такая аж фиолетовая, темная, темная, темная. Когда собаки только подключились непосредственно перед добычей, даже начали его хватать, стрельнули, добыли зверя, там еще такой синевы не будет. Она как бы становится синяя, кровь там выступает, а там где уже добыли зверя, зверь лег, там будут просто прокусы с выделением крови. Там уже синих таких пятен, и тем более, как у вас синяк, ударили, покраснение, он наливается, становится синий. Чем дольше времени проходит, тем он темнее, 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 забиваются капилляры. А когда зверь добыт, уже перестает циркуляция крови, вы увидите, что перестала циркуляция крови, собаки хватает, а уже как бы они не хватали гематома, гематомы уже не будет. Они только могут вырвать кусок мяса и все там, или шкуры, а гематомы не будет. То есть, как трупу или что, может, синяк под глазом не подставишь. Вот, простое объяснение. Прекращается циркуляция крови, и все, гематомы прекращаются, такие, как при жизни были нанесенные зверю. Расскажи про охоту на медведя, как ты охотился на овсах. Ну, это было давно, при Саудепе, когда я начинал работать в угличах охотоведом. Ну, я рассказывал, что вели большой отстрел кабана, лося, товарняк и спортивных. В общем, хозяйство хорошее было. Ездя по охотничьим угодиям, я не сидел, а постоянно мне куда-то надо было ехать, мне интересно. И по сегодняшний день изучать новое угодие. Я как-то заехал в одни угодия, и там было поле такое, вот ходило подковой такой, ну, вглубь леса. Ну, я начал обходить, смотреть кабана. И сразу, когда подъехал к полю, подошел к этому обходить, гляжу, что ходит медведь. И вытоптана вот так, трава была, как здесь. Ну, вообще не стояла трава. Трава, видно, что постоянно медведь ходит там в этом районе. И я начал обходить поле, обхожу, кабаны на поле кормились. И так в угол прихожу, один такая, а там почва такая сырная, суглинистая такая, какая-то, постоянно такой, ну, сыра все время. Я так в угол гляжу, ушли кабаны, ну, наутрец поля стада, и после них медведь. Я так глянул на след, ну, где-то мозоль был передний, там, сантиметров 15, ну, я так думаю, килограмм 150, такой медведь. Ну, хороший мишка, в принципе, для тех мест, и его не так много. Ну, и я такой посмотрел, что медведь ушел, прошел тут по полю, гляжу, он раскопал эту, ну, сидел, рвал просто этот овес, шамкал, это там, помет его везде, это овеса, и сидел тут, нарумет овеса и шамкал. А овес там небольшой, не такой, как у нас здесь расчет высокий, он такой жиденький, бля, и я обычно, ну, что, медведь, лицензия была на медведя, и ветер такой был. Я тогда еще, как бы, курил, знаешь, и я такой закурил, и медведь вот туда ушел, а гляжу, так вот дым тянет туда, ну, в противоположную сторону, я так подумал, куда ушел, оттуда должен медведь выходить, вот, должен выйти, я так делал. Я отошел от этого угла, где-то по центру поля, а, чтобы спрятаться, ну, негде спрятаться, лобаза нету, вышки нету, решил, если медведь выйдет, буду стрелять его прямо, ну, с поля, с вечера, ну, заседки. Я, полынь, самая высокая была полынь, я под этот кус полыни сел, вот, закурил, и дымок, погода тихая-тихая, такое, солнце заходит, вечер, и такой, знаешь, вот, когда дым тянется на поле, вот, не рассевается, дымок тянется. И вот так вот, солнце только начало заходить за верхушки леса, туда, я слышу, так, куда медведь ушел, так, чуть, правее, сучок трезь, ну, я бычок загасил, а еще этот дымок тянется там, ну, знаешь, ветра нет, вот, полный штиль, и, я пули зарядил, это, и две пули, это, ну, например, если там по-быстрому перезарядиться, всегда тут лежат рядом, ну, так, трезь, я думаю, ну, мало ли кабан, лось, то, что сентябрь месяц, гон у лося, лося плотность хорошая, такое место там, какие-то уже лосиные, и такой, трезь, ну, я приготовился уже, ухо на острил, как говорится, потом дальше так проходит, снова сучок трезь, потому что тихо-тихо, я слышу это, и так, лежу у меня упереди, может, 150, ну, по 200 метров, 150, ну, метров 150, наверное, выходит медведь, и начинает переходить поле в другой перелесок, а у меня там товарища посадил, я говорю, выйди, говорю, ты не бойся, это, стреляй в лопатку ему, не надо ни в голову, ни в башку, ты сложно попасть, стреляй в лопатку, и все, ему пулей, понял, понял, ну, и хорошо, я его посадил, но я его так, то и толком не знал, какой он охотник, я там познакомился, вот, и этот медведь так идет, и вот поток, о чем вот, ветер, надо все время учитывать ветер, любой хищный зверь подкрадает, все время учитывает зверь, собака легавая, все, а то, говорит, чутья нету, того нету, собака у вольеры не находит зверя, вот кабан ляжет у вольеры сюда, а будет оттуда ветер, и собака ваша, какая бы ни была, чутистая, легавая, или там, она будет рядом прибегать, и зверя не причует, то, что, ну, ей надо поток, ну, запаха вот этот уловить, я вот с легавыми, кто охотит, те знают, обязательно всегда нужно учитывать ветер, ну, и, короче, вот этот медведь же не услышал меня, так вот, когда обходил, а ветер туда, и только как прошел и поравнялся с моим, как дымок этот тянул, он, хоп, встал на задние лапы, вот так, вертикально, конечно, как сейчас был бы у меня карабин, я бы ему с карабина бумсы, ну, такой, я метр восемьдесят, он выше меня, ну, два, может, он был там, ну, такой хороший мишка, встал так на задние лапы, хоп, воздух, я лежу, нюхаю, так, понюхал, понюхал, хоп, опустился, и снова начал спокойно проходить, проходить, и снова, дойдя до края поля, снова встал, воздух понюхал, и пошел, и я такой сижу, и гляжу, что пошел к тому парню, прямо вот краем, где тот должен сидеть, и через некоторое время я так вот сижу, и слышу там выстрел, бах, и вот такой треск, как слон, медведь так летел, вот так вот, треск, долго, он так летел на махах, этот медведь, вот, и медведь ушел, я прихожу к парню, к тому, он говорит, ну, там семь-восемь метров было, медведь вышел по чистой этой траве, по краю поля, и там я слышал, что лоси дерутся, рогами стучали, и, говорит, медведь все время смотрел в ту сторону, ну, откуда этот шум шел, голову повернул, медведь голову повернул, встал, он, говорит, я стрелял лопатку, но, говорит, когда я выстрелил, медведь побежал, я сразу кинулся и полез на дерево, это самое, ну, такие охотники, у меня было, с собой босс был, это, в машине, я привел босса, босс побегал, все, ну, ушел, побегал, нифига, и тут же начал уже темнеть, это было вечером, я думаю, ну, блин, может, босс там не реагирует на медвежий след, я беру у Меньшикова пыжа, который имел дипломы по медведю, и хороший кобель, голос у него все такое, русский, да? Да, русского. Тверак, с Конакова? Да, 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 Конаковский кобель, все, собаки Конаковские считали самые сильные собаки по кабану, по зверовой собаке Конаковские, и вот, это самое, взял этого пыжа, приехал, вот где медведь бежал, каждый листочек просмотрел, прошел, все обшарил, ну, ни кровинки, ни шорстинки, пустил этого кобеля, кобель побегал, ну, короче, ничего, мы не нашли этого медведя, и даже капли крови не нашел, понимаешь, если бы где-то он попал, пулей, ну, мазанул бы, ну, это понятно, вот такие дела, так что, я думаю, тот парень мне соврал, наверное, ну, вверх стрельнул, или что, и я-то спула. Может, на дерево лес там стрельнул. Может, и когда на дерево лес там стрельнул, ну, медведя испугался сильно, бежал он сильно, но, наверное, этот товарищ еще больше испугался. Да, так что, вот такие дела, если идете уже на зверя, то говорите сразу, боитесь вы или не боитесь, а то у нас такие тоже, идут на кабана, я расстанавливаю номера, и сам на бугре стою, последний номер, не, одних поставил, вторых вору поставил, сам крайним номером стал, и наблюдаю. Беги, здоровый, огромный секач, а там я его поставил на тропе, я говорю, встань сбоку у тропы, он будет перебегать, и ты стрельни ему по боку, и все, как бы, не бойся, главное. Но он, когда увидел этого секача, он устал, устал и испугался, и стекач его увидел, ну, что он по-чистому, так он коровый, или эмбегит, там эмбегитный канал, он встал, кабан увидел, развернулся, обошел его, испугался, я говорю, что ты не стрелял, это, я, говорит, испугался, сильно здоровый кабан был, ну, вот, надо, с такими, конечно, товарищами на зверя не пойдешь, они герои, когда залезут на вышку, куда-то, или вот на этого, вяза, чтобы метров 15 наверху сидеть, и то побояться. Ну, у меня тоже такой был случай, охотились, может, бригадой, собаки вывели здоровенный секач, там ельник такой густой, на тропе стоял, молодой хлопец с карабином, и он выходит к нему буквально метров пять, такой раз, и не стал стрелять. С карабином. Да, все, собаке, он, круть пошел, он, говорит, что ты не стрелял, говорит, страшно мне стало. Ну, вот, поэтому такие бездюны. И загонщик потом запрал этого секача здорового. Бездюны такие, я их называю, бездюны, они сразу у них, это, клапан не держит, накинают пшикать, пугать кабана, да, вот. И вот этот же день, я вот поставил, есть ребята, там, только егер этот умер, и получилось, что, ну, там стрельнули мы несколько кабанов уже, и я уже иду, там нужно было перейти, ну, миллеротинка на шлюз и прийти, это, вернуться. И я уже назад иду, и они по телефону там говорят, бегит еще один секач. Я говорю, хорош, хватит, все, добыли, хорош стрелять. И оттуда, я начинаю свистеть, он так вот бегит, а я начинаю свистеть. И он так вот бегит по сканалу, кабан, я начинаю свистеть, ну, чтобы он назад ушел. А он такой меня оббегает, и там с браунингом парень начинает стрелять в него. А там на горку, через каналу нужно, одна канала, вторая, и он стреляет, и кабан этот, гляжу, никуда, оттуда на горку, от моего свиста, где он стрелял, и бегит. Вот мне все видно, как на это интересно, и получается, что у этого заканчиваются патроны, и такая небольшая сосенка стоит, это с карабином на сосенку, егер за ним, он ногой толкая, иди, иди, некер, типа, иди вон на ту беги, а кабан бегит наверх, он отстрелялся, и кабан на эту, к сосне на гору на эту бегит, я говорю, о, не было камеры снять это вот все, тогда у меня. Тогда еще, да. Да, и он бегит на эту гору, этот на сосенку залезан, он такой крепкий, Афоник, пух, шатается, и соловей этот, бляха, раз на другую, кабан бежал, бежал, так вот сбоку упал, он попал, ему смертельно ранен, ну, сюда он рвал вот на гору и упал, и все. Вот такой случай, потом ржут, не могу, Афоник говорит, я его на гой толкаю, да иди на другое, ну, сломается-то сосенка, а он, это самое, лезет за мной на эту сосенку. Ну, такие вот тоже случаи, да, случаев много. Когда работал, приезжают ребята ко мне, поехали, Михалыч, вечером за ситку, стояли полувышки, кабана много, тринадцатый год, свиней, ну, вот, когда только начали их, это, травить, тринадцатом, по-моему. И вот, полувышки, тут от дома отъедешь, кабана море, это, свиноматки, сикачи, они приезжают, все думают, поехали. Тихо, 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 давайте тонкости не рассказывай, то карабинщиков много, последнее добьет. Они так, Миша, добивают, знаешь, не надо такие тонкости. Ну, мы не будем это для нормальных охотников, можно рассказать. А карабинщики у них тепловизоры, им пофиг, они день и ночь. Я вот это не понимаю, этих, ну, как их можно назвать, охотники, держат собак, все держат, и истребляют этого кабана. Ну, блин, я вот с немцами разговариваю, а немец мне говорит, чтобы сделать такое, как, например, пустить кабана по эту утилизацию, мы сто раз подумаем, и если даже у нас где-то очаг, его там оградили, ликвидировали, и все, и работают все службы. Отстреляли, проверили. А у нас отстреляли 190 кабанов, и ни один случай не подтвердился, чем африканская чума. Ну, у всех в ямку. Да, а все кабаны такие, я в прошлом году добываю кабана, ну, красавец, все, кабан, бля, и куда? Все на яму, все, закапывают, утилизируют, тонны мяса, тонны мяса пропадает, хорошего, ну, дикого мяса пропадает. Вот это неправильно, было, когда был кабан, у егерей была зарплата, работа была, тогда, по-моему, где-то 100 долларов, ну, взрослый кабан стоила лицензия. Мы охотились на кабана, делали подкормочные площадки, у егерей была зарплата, держали кровных, кровных, хороших лаек, стремление было у людей. А сейчас все опять у собака, пушнина никому не нужна, лайки кабана нету, не нужны, собаководство идет у упадок, ни вольеров, ничего. И вот, ну, вот как вот развивать охотничье хозяйство. Платит государство этих, там, сколько там, 50 или 60 долларов, ну, в эквиваленте, там, этом, денег, и они довольны, бляха, что ходят этого кабана, стреляют, как вид уничтожают. Ну, как вид, ну, кому дали на право уничтожать любой вид, это самое, ну. Ну, кабан очень сильно помогает в борьбе с короедом. Вот я сколько наблюдал в лесу, даже урожайный год на желудь, много желудя, но там, где появляется уточах, начинает деревья сохнуть. Кора упала, мох весь и вся кора перемолота в пыль, в труху, копает, достает личинку. Личинку. Везде, где деревья лежат, даже поваленные, кабаном всегда все перерыто. И я, когда всегда на охотах в лесу охочусь, чтобы понимать, куда кабан ходит, на желудь там, или куда это на кукурузу, может, за 5 километров ходит, ну, той-той-той-той-той-той. Полный личинки короеда на белой наел. Вот он все собирает. Понимаете? Говорили, что тетерева нету, потому что кабан уничтожает кладки тетеревиные. Ребята, да нифига. Вот кабана сейчас нету, а тетерев больше не стало. Его больше стало, вроде бы, это самое. А сейчас, ну, есть, но меньше. Гляжу, что это меньше и меньше становится. Я думаю, дело-то не в кабане, а больше дело в химии. Когда там гербициды, которые попадают, когда они клюют эти, ну, тетерева. Было же доказано, что мягче скорлупа становится там, и многие факторы действуют на само яйцо. Понимаешь? Даже хищные птицы, почему вот этих мышей ловят, там, красные коршуны. Да, ребят, почему это самое, нету водоплавающей дичи меньше. Давайте так обсудим. Вот гнездо одно серой вороны. А у нас, по правилам охоты, нельзя стрелять 200 метров от крайнего построения. Понимаешь? Вот одно гнездо серой вороны. Вот второе, вон, второе. А вот там третье гнездо по речке. Это раз. Сера ворона, яйца. Я пацаном еще был. Летит, уже нажрется утяных яиц. Лежу, летит с яйцом. Хоп, села на островок. А я на лодке там езжу, эти, с Трухтаном фотографирую или что. Бобров, смотрю, где плавают. Ну, они повылазят, когда затапливают там. Даже находил бобряток маленьких. Вот они ныряют в воду, бобренок маленький, а нырнуть не может. Я раньше не знал, когда пацаном был, а потом уже, когда стал изучать это все. А у них еще у шерсти воздух. Он как поплавок. Природа и так сделана, что он не может утонуть, бобренок. Он пытается нырнуть, а его назад, как пенопласт, обратно туда. Вот такой у них, ну, как бы, воздух у шерсти, и он не может нырнуть. Я вот таких бобрят там находился. Вот. И давайте сколько? Норка никому не нужна. Енотовидная собака, лисица, цапля, цапля серая, белая. Это вообще бич. Они ходят, все выклевывают. Аист. Аист, это вообще марабу. Все. На полях куропатку, перепела, зайчат, также и цапля. У всех утят, у всех, ну, дупелей, бекасов, все. И никто не регулирует эту численность. Вот. Лисиц куча бегает. Зайца, русака, говорят, мало. Почему мало? Потому что на этого зайца куча воронов. Готовы, ну, этого зайца куча всяких сажать. Совы, ну, их ладно, мало там филина. Но запросто я могу рассказать случай про филина, про этого. Вот. Столько хищников, чтобы, это, выдрал, все, поймает эти, даже щука и та, утенка, ну, крупно съест. Так что, чтобы были хорошие охотничьи угодья, нужно регулировать численность вот этих всех птиц, хищных. Если мы хотим заниматься охотничьими хозяйствами. Лисицы. А то у нас охотничье хозяйство только работает на что? Лось, косуля, но кабана нету. Ну, сейчас оленя завезли. Вот, три вида. И весной пролетный гусь. Зарабатывают деньги. Хозяйство должно работать, начиная от бекаса, чтобы, это, проводить охоты, даже интер-охоты с легавами и все остальное. От бекаса и до лося. Тогда, круглый год, тогда оно будет рентабельное. А чтобы проводить, то надо заниматься вот регулированием численности. Так же, как и у нас волка куча. Зоны отчуждения большие. Волк там выводится вольготно. Кабана в зоне отчуждения можно добывать, а волка нельзя уже, понимаешь? Он оттуда там выел, потом приходит угодья, подавили тут, к примеру, и ушли обратно. И ты ничего не можешь сделать. А чтобы туда регулировать там численность, то надо куча бумаг собрать. И, как бы, охотничьими хозяйством должны заниматься спицы, алисты. Конаковские собаки, как к вам попадали?